Обсуждалось на Координационном совете по противодействию коррупции ситуация в Новочебоксарске, где 70 с лишним домов никак не могут поделить между собой управляющие компании и поставщики ресурсов. В результате жители получают по две квитанции на оплату одних и тех же услуг. В редакции новочебоксарской газеты «Грани» прошла горячая линия. На все вопросы граждан попытались ответить сотрудники прокуратуры, горжил инспекции и глава администрации города. Я Макарова Квадия Васильевна. Проживаю по улице Бульвар Зелёный, дом 21, квартира 9. В мае месяце, по старости лет, за горячую воду и отопление я платила по двум квитанциям Новэку и Мариэл Чувашии. Все звонки на горячую линию начинались примерно так же. Двойные квитанции приходят к жителям домов, которые обслуживает управляющая компания «Навэк», а их в Новочебоксарске 73. Администрация города рекомендует жителям многоквартирных домов не тянуть с решением и проголосовать за переход на обслуживание к другой управляющей компании. По данным Александра Сироткина, задолженность населения перед «Навэком» 135 миллионов рублей, 75% из них за горячую воду и отопление. Сам «Навэк» задолжал ресурсоснабжающей организации «ТГК-5» 79 миллионов, а коммунальным технологиям еще больше – 201 миллион рублей. Деньги собираются у населения сейчас за услугу «ТГК-5», а погашаются прошлые долги? Фактически это отвлекалось от текущих платежей граждан. Разумеется, в связи с этим и образовалась задолженность перед «ТГК-5». То есть задолженности в полном объеме деньги населения выставлены не были. То есть это одна из причин, условно говоря, того, что сегодня баланс не бьет. На сегодняшний день и «ТГК-5», и коммунальные технологии вышли с иском о признании «Навэк» банкротом. То есть я думаю, это, значит, тоже собственников не может не беспокоить, потому что, по сути, понятно, по тем данным, которые мы сказали, сегодня фактически они банкроты, они не могут рассчитаться по тем обязательствам, которые перед ними выставлены. Эта ситуация с двойными платежками коснулась всех. В редакцию звонили пенсионеры, инвалиды и ветераны Великой Отечественной, которым за 90 и сил воевать с недобросовестной управляющей компанией уже нет. Помощник прокурора Новочебоксарска пообещал лично разобраться с подобными случаями. В ближайшее время, может быть, даже на этой неделе доедем до вас, вот, возможно, даже лично сам я подъеду к вам, приму у вас заявление, вот, и в ваших интересах мы выйдем в суд, постараемся взыскать денежные средства. Все жители Новочебоксарска, которые оплачивали двойные квитанции, могут обратиться в суд за возмещением ущерба. А вот кого обяжут возвращать деньги, пока неизвестно. Первое судебное заседание между Новэком и ТГК-5 назначено на 25 августа. Ранее Новочебоксарска уже возбуждал административное производство в отношении ТГК-5 за самоуправство. Суд его поддержал, так как у ТГК-5 отсутствует договор на выставление квитанций. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.